МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорим о валютной паре евро-доллар. С начала торгового дня пара продолжила динамику четверга, то есть росла, что стало результатом увеличения количества заявок на пособие по безработице в США по состоянию на 15 июля. В то же время отметим, что рост объемов продаж на первичном рынке жилья за июль может стать поводом слабости покупателей во второй половине дня пятницы. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес вырос на 2,3% при укреплении котировок пары. В то же время слабость покупателей подтверждает слабость объемов торгов, которые сократились на 0,8%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней вновь пребывает за гранью 100 пунктов, что существенно ниже средних показателей за месяц и полгода, и все еще выше этих значений. Однако такая динамика не вызывает обеспокоенности, так как обусловлена периодом узкого рынка. Покупки стоит рассматривать только в случае, если пара сможет преодолеть вверх уровень сопротивления 1,1289. В случае коррекции вниз, отбой вверх интересен от уровня поддержки 1,1227. Перейдем к паре фунт-доллар. Рост объема продаж Великобритании в годовом выражении послужил причиной роста пары за вчерашний день. Ну а сегодня поддержку сможет оказать сокращение дефицита бюджета Великобритании за июль. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес вырос на 1,2% при укреплении котировок пары. Объемы торгов, в свою очередь, увеличились более чем на 20%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов, что допускает продолжение спекулятивного роста торгов даже в период спокойного периода на рынках, коим выступает конец августа. Покупки стоит рассматривать при отбое вверх от уровня поддержки 1,5640. Второй вариант причин для покупок – это консолидация котировок вблизи уровня 1,5691, что подтвердит слабость продавцов. Пара австралийский доллар – доллар США. В отличие от европейской валюты и фунта, у австралийского доллара не было катализаторов роста, в результате чего котировки не смогли покинуть торговый диапазон последней недели, который не превышает 100 пунктов. В то же время открытые позиции трейдеров все еще указывают на преимущество продавцов. При этом открытый интерес сократился на 0,8% при снижении объемов торгов на 4,5%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней по-прежнему составляет 61 пункт, что указывает на потенциал роста волатильности торгов. Однако более вероятно, что в перспективе на следующую неделю, а не текущую пятницу. По-прежнему актуальны продажи, однако только после преодоления уровня поддержки на отметке 0,7302. Оценивая ожидаемую к публикации статистику, отметим, что новостной фонд в конце торговой недели сильный интерес может вызвать только публикация данных по инфляции и розничным продажам Канады за июль. Из США ожидаем индекс деловой активности в производственном секторе Market за август. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Погрузитесь в мир финансовых новостей, подписывайтесь на канал в YouTube «Форекс Фиба Групп ТВ» и получите актуальную информацию о Форекс от компании «Фиба Групп». Субтитры создавал DimaTorzok «Фиба Групп» «Фиба Групп» – ваша финансовая группа поддержки.